Слава Господу, дорогие друзья! Я очень рад, что могу быть с вами. Хочу поздравить вас всех с Новым Годом, с Рождеством Христовым. Если завтра православный календарь, то уже празднует Рождество. Так что, да благословит Господь Бог всех, потому что Слово Божие, оно для нас есть утешение, радость. И как мы читаем в Священном Писании о том, как ангел возвестил Иосифу о том, что родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Божий Сын Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти людей от грехов. И как написано, «Осие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все дева, в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». То есть, Бог пришел в плоти человеческой, Бог с нами, и Бог родился от Деви Марии. И когда ангел пришел к Марии и говорит, «Благодатная ты у Господа, и ты родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, и он будет великий у Бога, будет сыном Божиим. А как это произойдет, когда я мужа не знаю?» Ангел говорит, что Дух Святой найдет на тебя, сила Севишнего осенит тебя, и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Итак, Сын Божий Иисус Христос родился от Духа Святого. Бог с нами. Это большое богатство пришло к нам на землю. И если мы читаем Сыщенное Писание, особенно это послание Колоссянам, где написано о том, это первая глава о Иисусе Христе, Сыне Божием, где написано так, первое послание Колоссянам с первой главы, то есть послание Колоссянам с первой главы, с двенадцатого стиха. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьми и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него все создано. Он есть прежде всего, и им все стоит. Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И вот это величие Божие, которое на небесах, оно пришло на землю, в теле человеческом. Это большая премудрость Божия. И как написано второе послание, это вторая глава Колосяна, из 9 стиха, 10, «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». То есть, в теле Сына Божия обитала вся полнота Божества телесно. И это богатство принес Иисус Христос, Сын Божий, на землю и дал дари человека. И это очень большая ценность, которую мы сегодня имеем в Сыне Божьем, Иисусе Христе. Когда мы читаем Иоанна из 10 главы, Иисус 27 стиха написано так, «Олцы мои, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитит их из руки отца моего. Я и Отец одно». То есть, нету разницы между Отцом и Сыном. Я и Отец одно. «Будучи в теле человеческом, в нем обитала вся полнота Божества телесного, и овцы мои слушаются голоса моего, и те, которые идут за Иисусом Христом, Он всем дает жизнь вечную. Никто не может нас похитить из руки Господа нашего Иисуса Христа, потому что Он больше всех. Нет другой силы на земле, которая могла бы победить Господа и что-то у Него забрать. Если мы находимся в Его власти, то никакой силы нет, чтобы могла похитить из руки Его. Поэтому грех – это только единственное средство, которое может повредить человеку. Поэтому Иисус Христос пришел на землю, чтобы избавить своих людей от грехов их. Поэтому мы имеем полную свободу и полное право быть спасенными Сыном Божиим Иисусом Христом, и никто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе или похитить с руки Его. Пусть никто не сомневается, Иисус Христос принес спасение нам, и мы Его приняли. Слава нашему Господу! И то, что Бог с нами – это великая милость, что великий, могущественный Бог захотел общаться с нами, захотел жить с нами и захотел иметь дело с нами и даровать нам великие откровения Сына Божьего Иисуса Христа. Я еще хочу обратить внимание Священного Писания, где написано так, как Иисус Христос Иоанна 14 главе из 16-го, 17-го стиха, 18-го говорит так, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И Иисус Христос говорит, что лучше для вас, чтобы Я ушел, потому что если не уйду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, пошлю Его к вам. И Иисус Христос, Сын Божий, это Бог с нами, но какую работу производит Дух Святой, это еще большущая милость Божия, что Бог послал Сына Своего и Бог послал Духа Своего Святого для того, чтобы мы были во всей полноте Божией. Потому что работа Духа Святого, она такая, что Он с вами пребывает и у вас будет. И Иисус Христос был с нами Бог. Дух Святой – это Бог, который пребывает с нами и в нас. Это такой милости. Раньше люди не могли даже себе представить. А мы сегодня имеем Бога, который находится с нами и который находится в нас. И еще свидетельствует Писание, и я хочу на это обратить внимание, это Ехосянам, из 4 главы, где написано о том, какое действие Божие в нас. это 4 глава Ехосянам, 4 стиха. Одно тело и один дух, как и вы призваны одной надеждой вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Бог Отец, где Он? Над всеми нами и, как написано, через всех и во всех нас. Вот представьте себе, так написано в Писании, Бог Отец, мы представляем Его, Он над нами высоко. Небо Небес не умещает Него. И через нас Он и во всех нас. Чтобы Бог Отец был во всех нас, как это себе представить? Но это милость Божия, которую сегодня Бог дает нам посредством Духа Своего Святого. И в нашем теле, в таком теле, можно сказать, ну, что мы можем, на что мы способны. Но так Бог определил, чтобы наше тело, которое оно есть, было способно принять благодать Божию. Было способно принять Духа Святого. было способно принять Господа Иисуса Христа и Отца. И как Иисус Христос сказал, что и мы придем с Отцом и обитель там сотворим. Где? Внутри нас. Внутри нас. А нам что надо? Только иметь такое желание большое, стремление, чтобы Господь Бог обитель свою сотворил в нас. Это есть благодать Божия и милость Божия, которая дана нам в настоящее время. Это не иллюзия какая-то, какая-то, а это просто настоящая жизнь с Господом нашим Иисусом Христом. И вот тайна благочестия, тайна великая, тайна спасения, которая открывается в Сыне Божьем Иисусе Христе нам и в Галатам 4 главы написано так, из 4 стиха. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего Аула Отче. Посему ты уже не раб, но Сын. А если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Поэтому не только Бог с нами, Бог в нас, но тайна является в том, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Сын Божий родился от Духа Святого. И дети Божии тоже рождаются от Духа Святого. И слышать голос Духа Святого, а где его слышать? Внутри себя, через свои уста. Слышим этот голос? Слава нашему Господу! Говорит Он через нас, говорит Ава Отче, Слава нашему Господу внутри нас, то есть Он в нас находится. Поэтому дайте свободу Духу Святому. Пусть ничто мирское не обладает разумом нашим, жизнью нашей, потому что так написано, когда Иисус Христос это в Луки 16 глава 15 стих как там написано, что Иисус Христос говорит, что высоко у людей высоко у людей этого мира то есть мерзость перед Богом. Что-то нравится глазам, что-то высоко в этом мире, что-то люди гоняются в этом мире зачем-то и казалось и мне это надо, а оказывается что высоко у людей, то мерзость перед Богом и Божия полнота не может проявляться, когда есть какая-то нечистота. Поэтому да поможет нам Господь разуметь тайны Царствия Божия потому что велика милость Божия к нам потому что Бог послал Сына Своего Единородного не только для того, чтобы спасти нас от грехов наших, чтобы быть с нами, чтобы ну просто жить с нами, но это великая такая милость, что Бог захотел, чтобы мы были с Ним и в вечности и были в вечности и наследниками и исполнили волю Божию на этой земле. Я еще хочу обратить место Священного Писания, это второе послание Коринфлином, шестой главы из шестнадцатого стиха, где написано так, какая совместность Храма Божия с идолами, ибо вы Храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут моим народом. Вселюсь в них и буду ходить в них. Есть такое желание, чтобы Бог вселился и ходил в нас. Это же что-то такое о большем что-то помыслить и невозможно, чтобы Бог давал желание и стремление и намерение по своей воле, чтобы мысли и желания происходили по воле Божией, чтобы мы были такие послушные Господу, чтобы мог он управлять телом нашим и путями нашими, мог ходить нашими ногами, делать нашими руками дело Божие. И это очень великая тайна. Один брат, это Березюк, он свидетельствовал так, что заболел, заболел так, что не мог подняться. Ну и Бог к нему послал новорока, вы его знаете. Ну, и он приходит в его дом и говорит, что, ленивый раб, болеешь? Болею. Не послушался Господа? Не послушался. Пойдешь, куда он тебе посылает? Пойду. Помолились, Бог его поднял, и он одел кирзовые, то есть герезиновые сапоги и пошел туда, куда не хотел идти. То это такое дело. Ходить, когда Господь ходит и живет внутри, то уже апостол Павел сказал так, я не считался ни с плотью, ни с кровью, но чтобы только исполнить поприще мою. Поэтому иногда бывает, что желание есть доброе, чтобы Бог был в нас, чтобы Он провозводил свою работу, но иногда Бог посылает, куда нам не хочется. Поэтому да поможет нам Господь во всем, чтобы и наше желание, и Божье желание было совпадало во всем. Я пойду за тобою, куда бы ты не повел. да поможет Господь нам. И в этом есть и тайна великая, которую Бог открывает нам, народу Божьему, что вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому видите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, а вы будете моими сынами и чечерами, говорит Господь Вседержитель. Поэтому тайна великая, и сыновями, и дочерями, так называет Господь Бог нас. Поэтому рождение Сына Божьего Иисуса Христа на эту землю принесло нам очень великие духовные благословения. можно сказать, великое духовное богатство, которое не имеет цены на этой земле. Поэтому будем этим дорожить, чтобы на самом деле это благоприятное время, которое дал нам Бог, оно не прошло для нас так себе. Потому что время, один брат говорил, это начальник без никакого сожаления и сочувствия. Оно идет и все. И ты назад его никак не вернешь. Поэтому будем дорожить этим временем, потому что Писание говорит, дни есть лукави. А Иисус Христос, когда мы читаем 14 главу еще Иоанна, с 1 стиха написано так, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и у меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я, а куда я иду вы знаете и путь знаете. То это милость такая Господа, чтобы и мы были там, где Он. Он придет и заберет, чтобы мы были вместе и навсегда, где не будет этого времени исчисления. Я еще хочу обратить внимание, что касается Нового года, это в Писании написано, что восьмой день, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус. И с этого времени начинается летучисление Господа нашего Иисуса Христа и уже 2013 год, который принадлежит Господу нашему Иисусу Христу. Ни в коем случае там какие-то ползающие, летающие или что-то такое, эти года принадлежат только Господу Иисусу Христу. И ни в коем случае кому-то другому. Поэтому будем знать это правильно и верно. Новый год, он был и в Израиле, и когда он наступал, то был очень большой шум. Трубили всеми трубами, рожками и всем другим, которые только можно было возвещать, что наступил этот Новый год. и этот шум, что бывает у нас, ну, это тоже от израильского народа, но только не трубами, а что-то такое немножко другое. Так что мы это тоже знаем. Но на самом деле я прочитаю это один стих только, который упоминает о Новом годе. Это 10 глава Иоанна с 22 стиха. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима. Праздник обновления. По-литовски написано «Буго швентиклос по швентинямо швенти буго зима». Это праздник посвящения и освящения храма. Это можно сказать одно другое дополняет. Там было к храму, а это к людям. К людям. А в настоящее время и мы являемся храмом, живущим у нас Святого Духа. Мы не свои, потому что куплены дорогою ценою и должны прославлять Бога в телах наших и душах наших, которые уже принадлежат кому? Господу, Богу нашему. Поэтому и праздник обновления, и праздник освящения, оно принадлежит нам. Поэтому да благословит нас Господь в этом, чтобы что касается посвящения, то значит свое тело посвятить Господу. Это настоящий праздник. То есть в этом году мы сколько Бог дает нам жизни, посвящаем себя Господу, отделяем себя для Господа. А что касается обновления, то много в Писании написано, как мы должны ходить в обновленной жизни, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа и преобразиться обновлением ума нашего. И это говорит нам в Священное Писание, особенно если мы прочитаем Римлянам, 12 глава, написано так. И умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Да поможет нам Господь в этом, чтобы нам познавать волю Божию в жизни нашей, как говорит нам Писание. И что касается обновления, то это такая есть баня обновления, возрождения, обновления Святым Духом. То есть, когда мы хочем обновиться в Духе, это надо собраться на молитву и исполниться Духом Святым, чтобы получить обновление Духа, обновление разума. А Писание говорит так, что если и внешне наш человек, что делает? Клеит, а внутренне что делает? Со дня на день обновляется. Поэтому с этим мы идем к Господу, чтобы это обновление в нашем Новом Году, оно совершилось в нашей жизни. Хотя внешний человек, он иногда и нас подводит. И что-то нам и не нравится, когда мы к зеркалу подойдем. Но внутренний человек со дня на день обновляется. Он новый и новый. И когда мы встретимся с Господом, то мы встретимся с внутренним обновленным человеком. Да благословит нас Господь. Помолимся. Аллилуйя.